Всем доброго времени суток, с вами Мастер Ирдис. Первое, о чем хотелось бы сказать, канал пережил маленький ребрендинг, и я с радостью приветствую вас всех на канале CyberCraft. В скором времени стартует запуск группы канала ВКонтакте, о котором я расскажу в одном из роликов. Также, при появлении большего количества вопросов, я буду выпускать небольшие ролики с ответами на вопросы, своего рода разбор полетов. Ну, пожалуй, с новостями все, поэтому перейдем непосредственно к уроку. Сегодня мы поработаем над визуализацией диалогового окна. Тема весьма обширная, и ввиду того, что, на мой взгляд, работа с окнами несколько неудобная, возможно, урок будет разбит на две части. И, как всегда, начинаем с разбора по составляющим. Экран, отвечающий за параметры диалогового окна, расположен в самом начале файла ScreenSRPU. Это экран ScreenSafe. Вот он у нас расположен. То есть, открываем ScreenSRPU, самый вверх, идет описание, экран говорящего. Экран отвечает за вывод ADV мода диалога, то есть, когда у нас диалог находится внизу окна. И вот он начинается ScreenSafe. В скобках указаны параметры, с которыми работает наш экран. Первый параметр Who, это переводится с английского как Кто, имя персонажа, который произносит данную реплику. Далее, What, что, сама реплика, которая выводится в диалоговом окне. Следующий параметр, SideImage, это картинка, то есть, изображение лица, которое отображается, как правило, слева диалогового окна. По дефолту стоит параметр Known, значит, картинка на экране не используется. И последний элемент, ToWindow, два окна, двухоконный вариант отображения. Это вариант, когда имя персонажа и текст реплики отображаются в двух разных окошках. По дефолту также стоит значение False, значит, используется вариант с одним окном. Итак, далее в блоке самого экрана описывается систематика вывода диалогового окна в зависимости от значения параметров, которые мы применяем. И которые отвечают за параметры вывода окна. Давайте все по порядку. Собственно, у нас у экрана заданы какие-то изначальные параметры. То есть, Who, вот это не меняется, оно так и есть. То есть, Кто, что говорит. Допустим, у нас есть момент, когда мы, допустим, ведем диалог от имени автора. То есть, у него нет имени. Просто добавляем кавычки, в кавычки впишем текст. Следовательно, программа смотрит. Наименования имени, точнее, самого описания персонажа нет, значит, он не используется. Значит, выводится только текст. Ну и так далее. То есть, если есть обозначен персонаж, объявлен, и он используется. То есть, программа смотрит, есть персонаж, который используется, и выводится его имя. Итак, первый вариант вывода, если у нас не два окна. То есть, вариант одно окон. И, собственно, тип вывода. У нас обозначается окно, то есть, которое выведется внутри нашего игрового окна. То есть, все, в принципе, в большинстве игровых типов, то есть, игровых элементов, выводится в окна. Единственное, когда будете менять параметры окон, если вы будете делать это, допустим, на вкладке options, либо задавать общие характеристики, ну, об этом мы поговорим в более поздних уроках, то есть, сейчас будет сказано так словом. Если задаются параметры по определенному ID, либо для стилистики, допустим, там, всех окон, следите за этим внимательно, задавайте параметры определенные для окна. То есть, если вы его создаете, то желательно прямо здесь, либо заранее подписывать стилистику. Иначе у вас половина окон, допустим, используемых ранее, поедут. То есть, где-то что-то изменили здесь, поехало все остальное. Ну, об этом будем разговаривать уже на целенаправленных, на отдельных уроках. Итак, окно, идентификатор окна, собственно, Windows. Дальше у нас в это окно, которое появляется, то есть, оно, по идее, как бы оно невидимое. То есть, оно вот есть по факту. В это окно у нас вписана коробка. Точнее, окно имеет форму коробки, веб-бокс, как мы разбирали. То есть, весь контент формируется по вертикали, сверху вниз. Итак, стилистика у коробки также имеется сейвебокс, прописанная по дефолту. В эту коробку у нас вписан, если есть объявленный персонаж, который используется, если кто, тогда прописывается текст, кто, ID, кто. То есть, это опять же все прописано по дефолту. То есть, здесь менять ничего особо не надо. Дальше, после того, как выведется имя, если оно есть, выводится текст. Текст, что говорит персонаж. То есть, если объявлен персонаж, у него есть реплика, сначала имя персонажа, потом реплика. Если нет персонажа, допустим, от имени автора, выводится сразу текст реплики автора. То есть, все просто, по идее. Нет ничего волшебного. И второй вариант иначе. То есть, первый у нас был, если два окна. Второй вариант иначе, если у нас, точнее, если не два окна, если одно окно. И второй вариант, если у нас используются два окна. Здесь все немножко по-другому. То есть, здесь у нас сначала все вписывается в вертикальный бокс. То есть, опять же, у нас идут параметры по вертикали, сверху вниз. И в этом веб-боксе у нас сформированы два окна. Если есть имя, то есть, опять же, объявленный персонаж, то он выведется в отдельном окошке, у которого стилистика сейфу Windows. И, опять же, прописывается текст «Кто». Здесь то же самое. После этого, если прошла проверка, есть ли у нас объявленный персонаж, который используется. Если есть, то первое окно, окошко будет его окошком. Ну, окошко имени. И второе окошко будет у нас чисто окошком текста. Который также имеет вертикальный бокс, в который вписан текст. Ну, собственно, допустим, если у нас формируются какие-то элементы дополнительные, чтобы они выстраивались не по горизонтали, а по вертикали. Далее у нас следуют параметры для вывода изображения со стороны. То есть, для изображения слева. Ну, сайт-имидж, стороннее изображение, изображение со стороны. Есть у нас также два параметра. Если сайт-имидж, ну, в смысле, это коротко. Иначе говоря, вот это вот значение, if site-image, будет идентично значению site-image равно true, то есть истины. То есть, если сайт-имидж равно истина, то есть вот здесь вначале оно равно false, вот сайт-имидж no, вот, если оно равно истине, если оно присутствует, то added добавляется как раз изображение, которое мы используем. Это удобно использовать первый вариант. Ну, опять же, сейчас впоследствии, в ходе действий станет понятно, что к чему. Вот, ну, к слову говоря, если используется первый вариант, его выгоднее использовать, если, допустим, мы отображаем картинку персонажа статичным. Ну, допустим, у него не будет эмоций, просто будет изображение его и все. Если мы хотим использовать картинку персонажа и добавить ему эмоции, то есть, допустим, в какой-то момент он хмурится, в какие-то моменты там смеется, плачет, еще что-то. А проще использовать второй вариант, else, это сайт-имидж с параметром, вот, и этот параметр выводится по определенным координатам. В принципе, можно и вот это, для этого параметра тоже выделить определенные координаты. Вот, ну, на самом деле, все немножко заморочено и запутано, на мой взгляд, вот, о чем я говорил изначально. Тема обширная и запутанная, в свое время я ковыряюсь, вроде как понимая то, что я делаю, вот, все равно вылезало достаточно количество, большое количество косяков, вот, делаешь что-то здесь, все работает, потом дальше смотришь, прописываешь текст, все полетело. Вот, ну, и последний параметр, useCubeMenu, мы уже разбирали, что значит этот параметр, use, точнее, команда. Этот экран, экран сей, использует экран CubeMenu, ну, если обращали внимание, когда проходите игру, у вас там снизу быстрая загрузка, быстрое сохранение, там, настройки, прочее. CubeMenu, ну, сейчас мы переделать не будем, возможно, там, в одном из уроков на это много времени не уйдет, поскольку в уроках я не буду использовать быстрое меню, там, быстрый сейв, быстрый лор, вот, можно будет сделать CubeMenuшку какую-то красивенькую, проченькую, но, опять же, реально, на это много времени не уйдет. Делаете изображение, меняете, ну, это у нас там, можно посмотреть, прикрутить в CubeMenu, по-моему, в самом конце экрана ScreenServePull, так, да, в самом конце экрана ScreenServePull у нас находится в CubeMenu. Это у нас кнопочки Back, RollBack, в смысле, вернуться назад, ну, то, за что отвечает колесико, открутить назад сцену, потом кнопка Save, кнопка CubeSave, CubeQuad, то есть, Save вызывает меню сохранение, CubeSave, CubeQuad, быстрое сохранение, быстрая загрузка, Skip, начать пропуск, FastSkip, пропускать, там, с определенной скоростью, ну, это что-то типа авточтения, как раз вот на русский переведено, но, F-Skip, это как авточтение, то есть, текст идет сам, доходит до определенной точки, потом выжидает энное количество времени, которое мы указываем в настройках до перелесения следующей страницы, перелесение следующей страницы опять читает автомат, то есть, скажем так, если мы играем не в интерактивную визуальную новеллу, а чисто книжку, можем выстроить параметры поудобно, ну, насколько нам будет удобно, насколько быстро мы вычитаете, вот, сесть, откинуться в кресло и сидеть на грубой, вот, и последний preference, это перейти в меню настройки, ну, то есть, кьюг-меню можно настроить по своему усмотрению, то есть, по своей менюшке, там, убрать кьюг-сейп, вот, убрать, в общем, там, роллбэк, я думаю, мы еще вернемся к этому меню, но чуть-чуть попозже, не хочется сейчас троить на него времени, поскольку, я думаю, что урок и так займет достаточно большое количество времени, и так, в принципе, по составляющим мы разобрали, из чего состоит наш скрин сейп, откуда же он берет картинку, то есть, у нас вот по дефолту внизу у экрана такое затемненное серое окно, полупрозрачное, параметр, в принципе, берется, если не хотите заморачиваться, хотите сделать только одну картинку, там, без всяких там заморочек, параметры берутся из файла Options, RPU, находится он после, этот момент, где настраивается, находится он после конфигурации стилистики нашего игрового окна, то есть, там, разрешение, потом тема, настройка темы, там, цвета, прочее, и вот после всей этой темы, вот здесь у нас есть такой раздел, здесь мы можем настроить изображение, которое будет использовано в качестве, ну, типа, нашей стилистики нашего диалогового окна, в качестве бэкграунда, для того, чтобы использовать этот элемент, достаточно эту тему раскомментить, то есть, ну, прямо сейчас начинаем, раскомментируем стилистику, то есть, вот, стиль, window и стилистика окна, стилистика бэкграунда окна, бэкграунд у нас будет рамкой, дальше прописывается картинка и скругление, у нас получается левый-правый угол и верхний-нижний угол, точнее, бордюр, толщина бордюров, скажем так, ну, давайте прямо сейчас начнем, перекинем необходимые картинки в наш проект, так это будет, мы сделаем два типа диалогового окна, первый это стандартный, вообще без заморочек, простенький, и второй с выводом стороннего изображения, ну, и стилизуем его, конечно. Так, ну, и используем несколько картинок персонажа, чтобы посмотреть наглядно, как это работает. Так, images, поторопился немножко, элементы мы скопируем в папку с элементами, то есть, там, где элементы, у нас будет шлючит элементы меню и так далее, и тому подобное. Вот, а для сторонних персонажей мы создадим новую папку, то есть, images, создать папку, ну, наверное, так и назовем ее, сайт, земля, image. да, пойдет. И сюда закинем лица наших персонажей. На самом деле, вывести лицо персонажа можно несколькими способами. Можно в фотошопе заранее нарисовать рамку, вплавить в нее персонажа, там, если вы хотите сделать не просто круглую рамку, там, с какими-то вот красивыми закорючками, как я сделал, можно посмотреть, то есть, вот эти вот элементы, типа, как шестеренок. Вот, просто, если мы используем уже сразу готовый вариант, склеенный, и положим поверх него персонажа, то он ляжет поверх вот этих вот шестеренок. Можно нарисовать заранее, но это, скорее всего, эти изображения будут занимать больше места, чем если бы занимали по отдельности. То есть, в купе они все равно будут весить меньше. Если не хотите заморачиваться на тему, там, уменьшения веса игры, то вы можете сразу вплавить, там, автоматно нарисовать, и мне становится, скорее всего, у вас больше времени займет. На мой взгляд, мне же, куда проще нарисовать персонажа, вот, потом проредактировать его эмоции, на каждый вариант свои, и вплавлять его в картинку. Именно поэтому, вот, у нас, изображение разбито на две части. Заднюю, бэкграунд, серую, и верхнюю часть, форэграунд, рамку. Так, мы скопировали наше изображение. Теперь давайте вплавим их в игру, вплавим их в скрипт. Так, для начала мы сделаем обычное окно. Самое простое, то есть вообще без всяких заморочек. имиджес, слэш, элемент, слэш, и название. Диалог, земля, версия 1. Пинджи. Сохранили. Давайте просто запустим, посмотрим, что у нас еще вышло. Спускаем. Стартуем игру. Опа! У нас изменилось наше окно. То есть оно полупрозрачное, как мы его сделали. Прозрачность также можно уменьшить. Если создаете окна в фотошопе, вообще не важно, где на самом деле, сохраняете его в формате PNG. В этом случае у вас сохранится альфа-канал, то есть прозрачность. Если вы сделали окно прозрачным, то оно также будет прозрачным в игре. Допустим, если у вас прозрачность не устраивает, впоследствии заметили, зашли в фотошоп, сменили уровень прозрачности, добавляли его опять в игру, посмотрели, устраивает, не устраивает, потому что при использовании изображения в игре немножко меняется растро информация. Итак, ну что у нас получилось? У нас заменилась картинка. Единственное, что меня сразу в первую очередь не устраивает? Меня не устраивает то, что она вплотную прижимается у нас к левому, к правому и к нижнему борду нашего окна игрового. Это нужно исправить. Как это исправить? Для этого у нас как раз есть параметры, которые идут после обозначения объявления нашей рамки, нашего бэкграунда, текстового окна. Вот они, Merging и Padding. Merging это, ну да, вот стираем. Итак, Merging это как раз отступы. Справа, слева, сверху, снизу, там, где у нас фон не рисуется. Вот небольшой, кстати, косяк, на мой взгляд. Параметры окна прописаны таким образом, что оно у нас расположено непосредственно сверху, точнее, прошу прощения, снизу, общего окна экрана. То есть у нас получается, у нас стилистика окна заранее прописана, то что оно вот такое вот маленькое снизу. И вот этот отступ, допустим, Top Merging, отступ сверху, он будет не от верхнего предела экрана, то есть не от самой верхушки, а вот от определенного момента. То есть в данном случае мы можем оставить его либо 0, либо, чтобы более-менее грамотно выставить, задать ему какое-то значение. На самом деле значение я уже подготовил. Опять же, это единственная морока, это подобрать правильное значение, чтобы все вставилось грамотно, без косяков, никуда не вылазило и не улетало. В принципе, чем более четко вы отрисуете картинку, допустим, если вы используете несколько типов окон, к чему мы сейчас перейдем, чем более четко относительно друг к другу у вас будут окна, тем проще будет потом настроить параметры отступов. Иначе вы просто зашьетесь, запаритесь с этим. Итак, этот файл я тоже подправлю, то есть подправил, чтобы не запутались, хотя, в принципе, я думаю, по идее, на видео будет вполне нормальное видео. Итак, перенесем сюда значение. Левый отступ у нас будет 16, правый отступ 15. Ну, кстати, в принципе, для ровности мы будем сделать правый отступ также 16. Попробуем сейчас увидеть. Верхний отступ шестерка и нижний десятка. В принципе, опять же говорю, можете попробовать использовать изображение, позадавать разные параметры и увидите, как меняется ваше окно. По сути, оно будет растягиваться. Сильное растяжение, если на большое количество вы увидите, что оно сильно сожмется, там с этим особо не умудрите. С растягиванием самого окна. Итак, и второй момент это пэддинги. Пэддинг это у нас, получаются, отступы внутри окна. То есть, вот у нас фон отрисовался и у него есть бордеры 12. Это вот как раз наши рамочки синие, то, что вокруг идет. Давайте прям нажимаем, откроем. Вот 12, это вот бордеры типа. Ну, вот опять же, в зависимости от толщины ваших бордов, вы можете задать свое значение. В принципе, у меня там толщина бордов, по-моему, пикселей 10. Ну, лишний отступ не так сильно заметен, поэтому 12 на 12 вполне нормально. Вот. Можно также задать дополнительный отступ, если у вас, допустим, там, изображение свое, либо, допустим, там, у вас какие-то элементы дополнительные, вот это же типа шестеренок. То есть, вам нужен дополнительный отступ, чтобы текст не накладывался на эти элементы. Итак, у меня отступ по 12 пикселей внутрь, дополнительный. Здесь прописываем подвиняшки. Сохранить. Вот. И прямо сейчас посмотрим, что у нас получилось. Запускаем проект. Новая игра. Так, видите, у нас окошечко аккуратненько сжалось, скажем так. Стало более маленьким, более приятным. Вот. И у нас есть место справа, слева, там, снизу. Вот. А в маленьких окнах, ну, допустим, при разрешении 800 на 600, ну, при совсем крошечных, делать какие-то, допустим, там, как в играх могли видеть, вроде нашей отечественной визуальной новеллы «Бесконечное лето» есть там стрелочки туда-сюда. Вот. Если делать маленькое разрешение окна, добавлять какие-то элементы, вроде стрелочек справа-слева, будет не очень выгодно, потому что иначе у вас совсем уменьшится зона под текст. Вы можете, конечно, уменьшить размер шрифта, но тогда людям будет сложно читать. Вот. Также есть такой момент, вы ограничили внутренние рамки, то есть вот она отступает еще на какое-то количество пикселей. И как только она дойдет до конца строчки, к сожалению, длинных текстов пока нет, напишем. Он перейдет на следующую строчку. Однако, только он дойдет до нижней границы, и текст не будет вмещаться, он не скроет его. Он просто начнет расширять ваше диалоговое окно. Путь до самого потолка, до самого верха. Поэтому, когда делаете диалоговые окна, внимательно обращайте внимание на размер вашего диалогового окна, на то, сколько текста в него вмещается, и не пишите слишком длинные реплики, иначе у вас начнет окно разъезжаться. Если у вас окно будет, скажем так, ну, не простеньким, по сути, сейчас программа просчитывает только углы. А когда оно будет растягиваться, углы останутся теми же. Просто вот у нас получится, у нас верхняя часть немножко уедет, центральная растянется, и с ней ничего не случится. Если у вас будет какая-то сложная, какое-то сложное диалоговое окно, там, с кучей там закорючек, там, красивых, там, цветочков, еще чем, все эти цветочки нафиг расползутся. Будет это выглядеть жутко. Опять же, используя большие разрешения для широкоформатных экранов, когда у вас будет большое диалоговое окно, в него вы можете вместить больше текста. В общем, просто обращайте внимание на то, сколько текста вы можете вместить разом, то есть одну реплику. Какая у вас может быть максимальная полуразмера. Опять же, размер реплики можно выиграть за счет уменьшения отступов между строками, уменьшая размер шрифта, используя шрифт, у которого расстояние между буквами меньше, чтобы он не был такой весь растянутый и так и тому подобное. первое видоизменение мы сделали. В принципе, скажем так, если большего вам не нужно, то есть вы хотели только добавить диалоговое окно и не хотите ничего больше менять, по идее, этого достаточно. На этом можно как бы закрыть данный урок и перейти дальше. То есть, здесь появляется имя, после имени появляется текст реплики и все. Итак, а что будет, если используются два окна? Использование двух окон прописывается у нас в параметрах самого персонажа. То есть, когда мы его обозначим, у нас сейчас, наверное, один персонаж, который делили, здесь мы можем прописать дополнительный параметр. После колора до колора не имеет значения. Ставим запятая, пробел и прописываем параметры show земля to земля window равно true истинно. истинно. Сохраняем. По сути, второе окно будет по стилистике использовать как раз нашу картинку нашего фрейма. Просто оно стянется, ужмется. Ну, запускаем проект, смотрим, что получилось. Вот. Лилия у нас отображается сверху в отдельном окне. Имя наше отображается вне окна, так как у него нет параметров. Ну и допустим, собственно, имя отобразилось слишком высоко, достаточно далеко от нашего текстового окна. Как это исправляется? Исправляется также в параметрах. То есть screens смотрим the two window вариант вариант с двумя окнами. Вот параметры нашего окна, вот текст кто. Нам нужно прижать его к нашему диалогу в макне. Прописываем y position либо, может, даже не y position, а y region. То есть процентное соотношение по y. И попробуем сделать 0.75. Запускаем. а ничего не обменилось. Так. Маленькая подсказочка. Дополнительные параметры. Так. y position. Ну, допустим, у нас получается 200. Итак. Вот ползла наша картинка. слишком далеко. Добавляем, ставим 20. Опять не то. То есть вот параметр, от которого отсчитывается окно, нужно учитывать из стилистики, которая выходит. В принципе, мы можем, допустим, ее закомментить. На самом деле их и не получится. То есть мы не используем стилистику, у нас окно разбилось. На самом деле все это можно прописать вручную, но так как урок для начинающего уровня, полную роспись стиля с нуля мы сейчас рассматривать не будем. Допустим, 80. Вот. Окно фактически пережалось. даже слишком. Оставим 78. Все, отлично. Что ж, на этом, пожалуй, мы прервемся. Во второй части поговорим о добавлении изображения. Черт, помню, ошибка даже вылетела. Вот. Всем спасибо за просмотр. Услышимся. Продолжение следует...